Шедевры великих композиторов, рождественские песни и гимны. Международный дом музыки представил жанровое разнообразие в рамках Рождественского фестиваля духовной музыки. Вслед за концертами с участием Московского синодального хора, Государственной симфонической капеллы России, хора мальчиков, монастыря Эскариал из Испании, на сцену Светлановского зала вышли праздничные хоры Данилова и Новоспасского мужских монастырей. Материал Галины Ледвиной. В последний день святок на сцене Светлановского зала выступили праздничные хоры Данилова и Новоспасского монастырей, представляющие на международном форуме Россию. Концерт уникален как для слушателей, так и для коллективов. Великие монастыри Свято-Данилов и Новоспаский, которым они принадлежат, имеют общую историю и одного основателя – Даниила Московского. Праздничный хор Новоспасского монастыря во многих странах мира, называют настоящим голосом русского монашества. Коллектив исполнил радостное песнопение «Ликуют ангели» в композиции Якова Чмелева, «Волную морскую Греченинова», «Богородица Дева Радуйся» Рахманинова. Вслед за серьезными произведениями прозвучали рождественские калятки, несколько народных песен. Очень мало исполняется и доносится до слушателей, навязывается на их слух произведение церковное, именно в концертном исполнении. То, что звучит во время службы, это одно, это дирижер или регент во время службы, он должен немножко свой порыв и порыв хора смирять, чтобы не мешать молящимся молиться. А сегодня мы можем в концертном исполнении показать, что задумывал композитор с полной динамикой и, скажем, более свободным исполнением. Праздничный хор Данилова монастыря имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха. Для фестиваля подготовлена новая программа – сочинение Алексея Ларина «Рождественские калятки» на основе славянского фольклора, богослужебные песнопения «Сербские» и «Киево-Печерской лавры». Одна из задач выступления – показать праздник Рождества детскими глазами. Хор видит свою миссию в знакомстве публики с образцами церковной и народной русской культуры 15-21 веков. Задача именно такая, чтобы люди приобщились, во-первых, к этим традициям, чтобы они вспомнили традиции наших предков, которые на Рождество с открытым сердцем, с радостью и светом, с теплом и добром ходили друг к другу, поздравляли, не закрываясь друг от друга за металлические двери и не закрывая окна своих домов, они наоборот распахивали окна, кричали, христославые идут, пели, радовались все, дарили друг другу подарки, свой талант. 24 января – заключительный концерт Рождественского фестиваля. Он будет посвящен столетию со дня рождения выдающегося американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна. В финале музыкального форума по традиции выступит академический большой хор мастера хорового пения, Национальный филармонический оркестр под управлением Владимира Спивакова и лучшие солисты оперных театров страны.